Два раза дешевле как там по отношению с антикопой? Ну там будет дешевле, незначительно, но дешевле. Но можно поработать и еще подешевле найти вариант. Это уж на вскидку, это в хорошем месте, я имею в виду. Там проектор, там кондиционер, ну все дела абсолютно. Приблизительно так, приблизительно стоимость аудитории какая? На вскидку это будет с человека рублей 200 за встречи. А 3 часа сколько? 3 часа. А, ну нормально. Потому что вот аудиторию узнавали, где-то час сейчас, ну с самой полторы можно аудиторию снять. Ну полторы тут играет количество людей, если 10 человек, по 150 рублей. Человек на 20 аудитория. Ну морочиться не будем по аудитории, понятно, что формат до 200 рублей мы укладываемся и все, это нормально. Иначе можно. Самое главное то, что это будет, это будет действие. И на котором можно все это четко проговорить и уяснить. Вот эти моменты. Ненавязчивая форма. То есть никаких прокачек, никаких, никакого зомбажа здесь не предвидится. Хорошая идея, на мой взгляд. И самое главное, вот даже то, что, скажем так, товарищи наши, которые подошли позже и немножко не слышали, что я про слона рассказывал, высказывают те же самые мысли. Критерий истины, она приходит в несколько уголок. Если вещь истинная, до нее дойдут несколько человек. Если он не истинный, то все-таки научные открытия делались разными людьми на разных точках мира. Как загадки про мудрецов, которые шляпы поняли, что на каждом из них черная шляпа, да? Не знаешь, что это загадка? Ну позже загадают, она такая длинная. Короче, все когда трое поняли, что все ищут одно единое целое. Ну примерно то же самое суть. Слепые слона пытались описать, что такое слон. Попросили слепых описать, что такое слон. Они-то описывали каждое свое, а они дописали своим умом по анализам, что они одно и то же думают. Таким образом отгадали загадку, так как поняли, что одно и то же думают. Ну, может быть что-то близкое. Ну вот, поэтому действительно формат будет вырабатываться. И цель сегодня, я сказал, чтобы только познакомиться. Ну и ладно, действительно много говорю. У кого-то какие-то еще мнения? Ну, у кого есть какая-то центральная мысль просто. Можно ее просто озвучить. Вот вы просто тему борьбы вкинули, я хотел высказать, а вы что конкретно подразумеваете? Просто это аттрактное понятие, каждый понимает что-то свое. Да он полностью раскрыл эту тему, что он подразумевал. Я, например, не услышал. Ну, окей, я могу сказать. Смотри, борьба, как я понимаю, то есть борьба, она может быть самой разной. То есть это борьба, допустим, между мужчинами. Это то, что мне не нравится. То есть когда там, допустим, два разных взгляда, допустим, на подход отношения к семье или к женщине какой-то конкретной. То есть борьба между людьми, либо между человеком и системой, или между двумя группами. Ну, самое, ну, как бы в разных ситуациях по-разному бывает. Я немножко вопрос не понимаю точно. Борьба – это когда-то сопровождение мнений. Ну, я просто, насколько услышал, ты предполагаешь, что не стоит тратить время на борьбу. Нужно на что-то другое направить. Насколько я правильно услышал. Вот поэтому я решил уточнить, на какую именно борьбу ты не хочешь тратить время. На борьбу с системой, на борьбу между мужчинами, или… Я смотри, вот я считаю, что борьба, она должна вот иметь, ну, если быть точным, то есть, конечно, некоторых ситуаций необходимо бороться. Ну, просто если… Ну, вот из последнего, на своем личном примере, что было такое последнее? Ну, вот последнее… В своей жизни. Ну, последнее, вот если мне кто-то хочет убеждать, меня убедить, что я не настоящий мужчина, допустим. Кто-то тебя убеждал в этом? Конечно. Женщину подошли, ты не делаешь то-то, то-то, ты не настоящий мужчина. Да, я не настоящий мужчина, да, допустим. Я сказал, окей… А что ты не делаешь? Слушай, я сейчас не хочу на камеру говорить, я тебе расскажу, но… То есть, мне вот это вот… Я могу отключить. …выяснение отношений, вот это вот, оно мне не нужно просто. Зачем? Я никого не перевяжу, и каждый останется при своем мнении. Крис, давай выключи камеру лучше. Ну, по поводу конкретики, знаешь, бывает звонят, принесите нам свои деньги там. Типа, мы там, инвестиционная компания, бла-бла-бла-бла-бла-бла, не звонят? Звонят, звонят. Да, ну вот, давал объявление на Авито, откуда-то телефон попал в базу, и звонят регулярно. Вот, ну, либо их можно сразу бросить трубку, если вступаешь с ними в дискуссию, в том числе аргумент, там… Ты же настоящий мужчина, ты должен хотеть денег. Да, вот, точность. У них там манипулятивных аргументов, кстати, вот прямо записать на диктафон… Тут все очень просто, я, кстати, первый раз такие жесткие типы. Тут все очень просто, потому что нет, по поводу стоматологии, пластиковые окна, там что-то… Ну, значит, в другую базу попало. Я вот как в финансовую попал. Тут схема одна. Просто попало. Взбивать с толпом. Вас как зовут? Начинаешь говорить. Вальдемар Себастьянович какой-нибудь. А у вас пластиковые окна, мы вам отрегулируем. Только что с вами, с вашим мастером было, вот только что бухнул вместе с ним. Только что все отрегулировали. Пауза. То есть… Все соскрепилось… Вбрасывает то, чего они не ожидают. У меня постоянно такие офиги были интересные. Ну, это да, позабавиться хочется. Не, ребят, вот тему борьбы, на самом деле, она сквозь историю вот прямо уходит до нашего периода. Это вот когда еще там Лао Цзи писал, вот оттуда вот идет о несопротивлении злу. Потом его там граф Толстой поддержал, вот. И, значит, она сквозь философию проходит вот это о несопротивлении злу. И есть другая линия сопротивления злу. То есть, и как бы здесь каждый сам для себя выбирает. Я просто почему эту тему затронул? Потому что я вижу, что мужчины сейчас заняты борьбой. Вот. Заняты борьбой с другом, а исход один. Исход один, что все в синяках и умирают в 60 лет. А женщины живут до 80-ти. Припевающие. И ресурсы этих мужиков, которые друг с другом, как бараны, борются. Ну, вот, наверное, Лео вот этот на мужском движении, он очень точно эту тему описывает. Красочнее, чем он, я не скажу. То есть, Александр Леон. То есть, вот он так и говорит, что задача мужчины – это просто бить кулаками друг друга. Вот они как дурачки друг другом махаются. Умирают в 60 лет, а ресурсы бабу себе забирают и живут на них. Вот, собственно, и все. Тут ремарка небольшая. Если отказываться от борьбы, то отказываться полностью, в том числе внутренне. Это эффективнее, это меньше кому дано. Нет, здесь, на самом деле, вот по поводу ремарки, здесь, я думаю, вот эту границу борьбы каждый сам определяет для себя. Для кого-то она оканчивается внутренней границей, для кого-то она распространяется немножко на свое окружение ближайшее. То есть, вот на ближайшее окружение распространяется… Слышим постукивание рогов. Здравствуйте, ребята. А дальше она не выходит. Сложно сказать, как должно быть. Потому что люди разные. Ты говоришь, она должна распространяться на все. У кого-то даже на все. Так рюкзак ищешь? Что я хотел сказать. Дело в том, что есть люди, большая часть людей, они не могут отказаться от борьбы, но они не борются. То есть, это человек, которого, скажем так, обидели там, обидели там, он везде улыбнулся, сказал, хорошо, так и пусть так остается. Пришел и на кухне будет желчь просто переливать из пустого порожня. Он не борется, но у себя он израсходит больше. Он не в 60 лет поврел, а в 50. Такие кухонные войны стопроцентные. То есть, если он отказался от борьбы, либо там… Дело в том, что… Нет, в чем мысль-то? Если он там будет бороться, на месте бой принял, он подрался и разошелся, условно говоря. Все. На этом закончился исчерпанный рецидент. Если он не подрался, он может год им жить. Он себе внутри больше попортит, чем если бы он там прям решил вопрос с помощью борьбы и все. Либо он тогда должен вообще… Ну, было и было, все. Никак к этому не относиться. Либо решать вопрос на месте, а не потом его пережевывать годами. Иначе в плане нервов он все больше потратит, чем получится. Очень много людей отказываются от борьбы внешней. А внутри у них кипится. А как вот это? Что бы ты таким людям посоветовал? Вот это? Я считаю, что это люди, это начальный этап. Для них лучше бороться. Тогда все. Вот если он уже устанет бороться, он поймет, что вообще нафиг эта борьба нужна. Лучше просто жить и созерцать. Это здорово, но это еще следующий этап. Может быть, не созерцать, а можно творить. И вряд ли устать. Может быть, осознать просто, что это бесполезно. Борьба – промежуточный этап в любом случае. Творчество – это частный случай борьбы. Для кого-то и борьба – творчество, да. Несмотря на то, чем борется. И так и так. Да, но тем не менее, борьба все-таки переходный этап. Человек полностью свободный, бороться уже не будет ни с чем. Его все устраивает. И его не доконать, его просто не достать. Он будет в толпе, он будет одинок и счастлив. Борьба – это все-таки человека достали. Но невозможно прыгнуть на 10 этаж, минуя 1-2-3 и так далее. Поэтому борьба для кого-то будет переходным этапом. И пусть лучше человек, который переваривал себя на кухне, борется, какое-то время поборется и устанет от этого, чем он будет дальше себя на кухне переваривать. Но тут проблема стоит в чем? Чтобы его усталость как бы не заставила его утонуть окончательно. Потому что если он руки опустил – все, он упал. Я, кстати, хочу дополнить, почему-то слово «усталость» уже несколько раз повторяется. Здесь усталость ни при чем. Потому что человек может отказаться от борьбы, потому что он просто осознает ее бессмысленность в некоторых ситуациях. Вот, допустим, идет человек по улице, к нему какие-то подходят наркоманы. Вот кто-то начнет с ними бороться, а кто-то просто пройдет рядом. Потому что он просто знает, что сейчас тратит на это время, потом всех заберут. И нельзя сказать, что он внутренний струссер. Вот, допустим, если подходит к Кличко, допустим, несколько ребят, то он пройдет мимо. Он что, проявил силу или слабость? Я считаю, что он силу проявил. Вот. Если, конечно, он внутренний струссер – внутренний струссер, конечно, он проявил слабость. Здесь именно вот почему человек говорит усталость, усталость, усталость. Вот миска, допустим. Я не могу сказать, что они все усталые. Просто, ну, мы на машине когда ехали, и вот про них как раз говорили, миска – мужчина, идущий своим путем. То есть я не могу сказать, что они проявляют усталость. Они вообще бодрые ребята все. Просто у них есть осознание некой бесполезности борьбы с системой и с матрицей. То есть они считают, что люди, которые находятся в этой матриархальной системе, они просто до чего-то не дошли. Вот. И, кстати, насчет мисков я тоже хочу сказать, в общем, и другие защиты, потому что МД их очень сильно полоскает. Они… нельзя сказать, что они сепарируются от баб вообще. Если к миску перебьется женщина, которая будет идти с ним по его пути, он, конечно, не будет опраганен. А миски – они как-то объединяются или нет? Группы тоже есть. А встречаются бы вживую? Я не знаю, я не… Потому что ты как-то от них говоришь… А от них может любой говорить, кто их понимает просто. Я не могу сказать, что их правильно понимают. Они больше на Западе. У нас они пока еще не очень. Это Микдоу. Микдоу, да. Ну, про миску тоже вот давно хотел высказать по мнению. Потому что на самом деле миску – это, в общем-то, две разные группы мужчин. Во-первых, ну, как бы, касты парные они есть, хоть де-факто у нас де-юре у них нет, но все равно люди рождаются разные. То есть, есть там рабочие, есть там воины, а есть люди с реческим сознанием. То есть, и вот именно мужчины, которые понимают, как устроен мир, которым это интересно. Ну, с женщиной на такую тему, понятное дело, не поговоришь. Вот они, вот такие, уходят в миску. Но, с другой стороны, в миску уходят и те, кому вот действительно не дают. И, получается, две совершенно разные группы. И по миску судят по представителям одной из этих групп. Нет, я сразу скажу, что вот эта вот такая тема, что миску мне дают, это абсолютно несоответственно действительность. Я знаю людей, которым дают прям, ну, так, что прям, ну, это такая насыщенная жизнь, там много женщин. И все равно их, и все равно это разделяет миску, потому что есть некое осознание. То есть, это такая вот... Ян, прозвучало, как ходит легенда, что вот был один мужчина, а миска там... Нет, 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 нет. У вас самый некрасивый мужчина. Так говоришь просто, я знаю мужчину. Я знаю таких мисков. Я не могу сказать, что я прям выкрутил такой. Нет, там просто полно таких мисков. Это люди, которые под 40-50 лет, которых уже дети есть. Два-три ребенка, которым уже ничего нет. Я с ними переписывался просто не перегистрировал. Слушайте, но вот у меня информация такая вот. Денис Бурхаев, наверное, кто-нибудь знает. Все, наверное, знают. Он конкретно предлагал найти главного, так сказать, идеолога миска и провести с ним открытое интервью. Но никто от них не вышел. Я так понимаю, что миска это не какое-то отношение с одним людьми, это просто некая система взглядов, которая почему-то имеет тег. Тег миска. Вертикальная структура, просто горизонтальная. Это в том и причина. Потому что там две, де-факто две группы. И, в общем-то, кто в какой группе принадлежит, пока определиться не мог. Я, кстати, сейчас еще хочу добавить. Мы с Иоганном была следующим. Вот то, что мы встречаемся для того, чтобы общаться, помогать друг другу. Потому что я вижу встречи, допустим, МД, мы такие встречаемся, у нас такая банда таких вот, камача таких вооруженных. Надо нам что-то сейчас в жизни поменять. На самом деле мы ничего в жизни не поменяем. Так как мы сейчас встречаемся, это и жизнь. Ничего другого не будет. Большинство из нас ничего... Каждый, как бы, хочет найти какую-то семью, какую-то не такую. Большинство не такую не найдет. Вот ты правильно сказал. Найдет там один-два человека. Вот. И все. Вот мы родились в такой жизни. С этим ничего не сделаешь. Так это элитарность, это нормально. Это нормально. Вот я тоже хочу сказать, что это нормально. Элитарные вещи в мире единичны. Да. Золото, грамм. Чтобы найти грамм золота, нужно перелопать их тонну грязи. Это нормально. И здесь еще, да, золото как бы оно ограничено. То есть это надо тоже понимать. Цель этого, я же говорил, свобода. Свобода – это вещь элитарная и очень ценная. По крайней мере, для тех, кто ее ценность принимает. Поэтому, если в результате два человека найдут из всех, не только здесь присутствующих, вообще из всех, и зрителей тоже, найдет свободу. Я поэтому разделяю вот мнение Сергея про киноклуб. Обязательно, я считаю, надо поддержать. Идея хорошая. Это очень тонкие, очень редкие фильмы, которые очень хорошо преподают идею. Почему я киноклуб открыл? Я иногда делал такие пробросы. Вот как иоганн. Кому-то что-то говорил, такое сложное. Но эту информацию они мухой сбрасывают. Все. Я попробовал показать фильм. Уже сбросить не могу. Потому что они дело имели не с человеком, не с субъективным миром кого-то, а с некой объективной реальностью. То есть режиссер сделал, из фильма ничего не вырежешь, с фильмом не поспоришь. И вот этот элемент борьбы у них, противостояния, он гасится. И человек какое-то время находится под впечатлением этой идеи. Я понял, что вот эффективность. Моя эффективность вновь, в любая. Идеи хорошие. Так что вот эти идеи, они могут работать. Ну в любом случае нужна какая-то площадка. Потому что я очень не хочу, чтобы канал на мне зацепился. Канал это дверь, не более. Дальше сообщество это вы. И как оно будет формироваться зависит от вас. На мне, да, там я получаю лицо канала, но и все. Познакомились, а дальше уже сообщество. То есть каждый может видео выложить, да? На канале, да. Я даже говорил, что на канале будем и видео других участников, в том числе. И какие-то ситуации буду и я рассматривать, и другие участники. Там почта есть. Не всегда успеваю на все письма отвечать, потому что их очень много сейчас. Но тем не менее, стараюсь основные хотя бы просматривать. Поэтому да, и видео можно выложить, опубликовать, и выступить на канале. Это нормально. И это хорошо, даже не нормально, это хорошо. Какая все-таки получается у нас площадка есть? Именно виртуальная площадка типа контакта, где можно вот таким образом перебрасывать информацию, сообщаться, сообщать о встречах там и тому подобное. Потому что у тебя, например, на канале это как бы не очень удобно. Это Шапкушанка? Нет. Шапкушанка? Нет. Люди приходят свежие, непонимающие, они просто не поймут, что здесь происходит. А группа же есть. В группу Шапкушанка? Шапкушанка в группе есть. Ну тогда в этой группе тогда. Все договоримся, в этой группе будем уже опознаваться, скажем так. Мероприятия, да. Мероприятия. А почему это интересно, если они так называются? Чем вы с кем, а знаете? Шапкушанка – символ народности изначально, символ всеобщности. Вот то, что я сейчас даже говорю, что дверь открыта для любого. И более того, они, скажем так, на них никто указывать не будет. Если человек зашел и понял, что не туда зашел, а сам вышел. Если счел, что зашел правильно, пусть остается. Минимально должно быть разъединение. Вот то, что борьба внутри единомышленных, такое быть не должно абсолютно. И уж тем более по каким-то формальным признакам. Вот я вначале говорил, раса, религия, нация – это вообще ерунда. Это вообще быть не должно. Это мелочи. Я предлагаю еще сделать свои ролики, создать несколько фильмов, ну таких маленьких фильмов, маленьких фильмов, идеологических. То есть вот мы говорим, скажем так, о шкурах и тому подобное. А где же не шкур? Я уверен, что эти не шкуры есть. Но они не такие объемные. Они не такие как бы смачные, что можно на всю страну их показать и чтобы все увидели. А вот и шкуры. Силу своей скромности, силу своей скромности и шкуры, понимаете? Поэтому мы их и не видим. Правильно. Для этого существует камера. Мы не видим, камера существует. Существует глаз, который лучше нашего смотрит. Хочешь показать не шкур? А если я не покажу не шкур? Хочешь показать? Я хочу показать. Фильм? Фильм снять. Снять. Чтобы кто-то увидел. Естественно. В смысле как снять? В формате фильма? В формате фильма, конечно. То есть фильм про не такую можно сказать? Ну есть есть. Я надеюсь он будет. Есть нормальные женщины, просто их очень мало. Есть категория 21+. Они умеют прятаться. Категория про ети. Их не видно. Да. Просто ее надо снять и все. Это будет интересно и, скажем так, полезно. Я думаю, такая девушка просто подсказывает. Кто их воспитывает, таких девушек. А какая? Замужняя не такая? Или еще в поиске, слабо говоря? Они на публику вряд ли согласятся. На публику вряд ли согласятся. Если это будет формат киноклуба, к примеру, если они будут отвечать на вопросы, просто дизернать, это нормально будет. И можем просто подписать, например, вот антипример, скажем так, шкурность. Все, этого будет достаточно. Если, скажем так, усиливать, вкладывать, то где я могу рекомендовать, условно говоря, искать? Это Тихоновский институт здесь, в Москве. Естественно, я знаю, что там с религиозными взглядами не все согласны. Может быть, где-то еще кто-то найдет. Да, да, да. Именно вот. Но вот этот формат выпускниц богословских и духовных учебных заведений, выпускниц нормальный, за исключением всяких швеев, золотошвеев. Есть такое явление в этом мире ХБМ. Хочу быть матушкой. Это то же самое. Даже шкурность наоборот. Мы просто эту информацию опустим, она ни к чему. Выведем просто суть этих людей. Именно диалог так построен, интервьюрами будет так сделано, что там идеологической накачки не будет. Она просто исчезнет. Нет, ни коем случае. Это искусство. Там даже не представляется, ну скажем так, с должностью, что студентка такого-то. Зачем? Да, да, это не будет. Маша Ивановна. А это какая замужняя женщина или все-таки, которая слабая? И такая, и такая. Ура, сказал, такая, и такая. А вопрос такой. Какой критерий-то не такой все-таки основной? Ты прям линейкой вот хочешь. Линейкой, да я хочу, это понятно. Но все-таки. Ну не шкура. А можно все-таки сказать? Так не скажешь, слушай. Я не такой критерий-то. В этих словах не скажешь. Я почему спрашиваю? Потому что вот все это расшелось. Несколько людей, для которых одна девушка, она вот не такая, а второй скажет, что она того же. Шкура. Ну я могу сказать просто, универсальный критерий не такой. Это честность. В самом широком понимании слова. Честность. Критерий замужней предлагаю. На мой взгляд, очень будет всеобъемлющей. Прожила сколько-то, ну, приличное количество лет в браке. Муж говорит, положа руку на сердце, я счастлив. Это критерий. Да. Отлично. Да. Только надо определить, какое количество лет, и все. Десять лет просто так не протянет. Да, конечно, сто процентов. Сделаем фильм на резку. Десять лет. Тридцатилетняя, сорокалетняя, пятьдесят, шестьдесят. А как вариант снять, ну, про незамужнюю, потом она выйдет замуж, вторую серию, и тогда... Ну, почему нет? Ну, раз уж про видео зашло, можно некоторые замечания и пожелания первому цените высказать? Ну, вот, во-первых, что качественно... Ну, это как бы и плюс, но тот же минус, что у тебя слишком индивидуализированные тысячи, что ли. То есть, бывает, говорят, как-то очень общий успех, цель, жизнь. Да, вот я вот, мне кажется, слишком немножко... Ты очень часто к своей биографии, к своему жительному пути возвращаешься. Угу. Вот, мне кажется, это, ну, слишком чисто такой, единичный пример. Потому что у человека, допустим, там, другое образование, там, из другого города, в другую эпоху какую-то, ну... Это первое. Да, и вот второе, вот, хотел бы, чтобы вот... У тебя, на самом деле, довольно много, так сказать, не то, что негатива, а какого-то такого, ну, пессимистического укрома, чтобы ты говоришь, что без блата вы не устроитесь, там, такое-то не найдете, но... Человек и так знает, что вот без блата, они устроятся. Ну, лучше, если на этом, как ему быть, если он без блата, как ему выбраться из этого. Они сразу стали говорить, что суда нельзя, денег ты не заработаешь, там, женщину не найдешь. Просто это ещё больше пласть вызывает. Вот для этого сообщества. Потому что, несомненно, всё, что буду говорить я, это будет, естественно, мой отпечаток личный. На всём на этом... Любой, кто будет из вас говорить, естественно, он будет свой отпечаток накладывать, мы все субъективны. Вот для этого должны быть другие лица, должны быть другие люди. Даже если я буду что-то подобное отслеживать, поменьше негатива, скажем так, высказывать, всё равно там будет огромный мой отпечаток, потому что это я говорю. Сергей, ещё хотел запомнить, а вот тоже... Мне, допустим, вот приятно, что человек говорит о себе. Вот мне, знаешь, когда человек говорит о каких-то общих материях, как-то... Я не говорю, что неприятно, я просто, ну, такое выставил мнение, что вот некоторые вещи, о которых Аган говорит, могут быть, там, не совсем применимы к другим. Да, да, да. А зачем? Он про себя рассказывает. Он индивидуальный. Всё правильно. Говоря о себе, я, скажем так, говорю, основной источник своих знаний. Откуда я это всё знаю? И, конечно, кто-то может его не принять. Скажет, что я там... Потому что именно без неё, ну, нельзя. Ну, конечно. Вопросы отвечать, это глупо. Согласен. Таких каналов очень много. Ну, вы хотите, чтобы Аган просто вот превратился в такого преподавателя, как на кафедре? Да, нет, так ведь не нужно. То есть почему вот в институте, вот в институте колледже всех преподавателей бесим? Потому что они, в общем-то, говорили то, что не пережили сами. Вот они что-то прочитали там, заучили. Согласен. Да. А когда человек говорит свой опыт, это искренность. И значит, соответственно, и люди тянутся. Нам в институте тоже говорили, то, что вам сейчас, вот мы сейчас вложим в голову, это, конечно, хорошо. Но самая главная задача высшего учебного заведения, это научить вас думать. И уже применяя к себе, находить то или иное решение. Вот так и здесь. Конечно, Сергей на своем примере рассказывает. Но, в принципе, каждый должен, применяя это на себя, искать свой путь, так сказать. И пройти свой путь. Вот, собственно... Пример я привожу только из-за того, что это моя практика. Я все-таки никогда тех же преподавателей не понимал. Допустим, уголовный, гражданский процесс человек учит, хорошо преподает. Ему вопрос задают. Ну, может быть, уже в такой личной или неформальной беседе. Сколько дел выиграли, сколько проиграли, а я не судился. Человек учит воевать, ни разу не держав в руках оружие. Мне точно так же ответил мой преподаватель, когда я ему привел... Я сейчас просто не помню конкретику, но тоже по уголовному праву. Привел уже бездонный аргумент. Он посмотрел на меня. Надо было что-то ответить, а аудитория сидит огромно и говорит, Ну, это старая школа. А вот ты про новую школу. То есть, просто расплылся и ничего не отметил. Вы говорите о преподавательных отношениях. Поэтому, да, я, естественно, на практику посылаюсь, а практика будет мой личный отпечаток накладывать. Не, ну, если говорить там именно о взаимопонимании, то в любом случае, в идеале, в образовательном процессе должно быть взаимопонимание между учителем и учениками. У нас этого, ну, кто учился, ну, и близко нет. Потому что преподаватели рассказывают то, что, во-первых, они должны рассказывать, во-вторых, то, в чем у них нет опыта, и, в-третьих, им это и, в общем-то, не надо. Они так отбывают, что учителя... Они надо. Да, вот именно, что надо. А если мы все-таки хотим какое-то сообщество создавать, каждый должен так или иначе выражать свое. Да, но практика тоже... Все правильно сказано, что у моей практики там много будет. Поэтому я говорю, что кто-то пусть даже и видео сделаете, тоже, на первом циничном выложу. Это, знаете, как язык учат в языковых школах. Преподаватели меняют каждую неделю, чтобы не привыкали к акценту. Все правильно, моя практика – это моя практика. Так, извиняюсь, и поэтому, в том числе, ее должно быть поменьше. Да, да, я хочу вот что сказать. Как я вышел на этот канал. Мой знакомый смотрел Дениса Бурхалова. Бурхаева. Смотрел, смотрел, потом ему ссылку дали на Иогану Супасяну. Он говорит, слушай, ну это вообще необычно. Чем необычно? Бурхан, оказывается, он наворачивает, наворачивает и остановиться не может. У него ни одна тема не заканчивается никогда. Она просто исчезает. Человек понимает, что тема не раскрыта. А заканчивается вкладом вебинаре. За деньги. Это часто. Он просто сам, человек с таким складом психики, у него нет точки, у него никогда нет точки, у него нет никогда завершения. Он просто не знает тема. Это, ну, свойство психики. Когда человек не может остановиться, как, например, я учил одного фотографии человека. Он говорит, слушай, а когда кнопку-то нажимать? Потому что в кадр не влезет это, это. Я говорю, ты должен выбирать что-то в кадр. Что-то у тебя обрежется все равно. Да, да, да. У него есть такая черта, заканчивать тему. Это очень редкий дар. Это дар, это не просто дар. Если он что-то говорит, он всегда до конца договорит и поставит точку. Это делать могут единицы. Жучайшие единицы. И от этого, естественно, сама тема страдает. Если человек не взялся, тема будет страдать. Послушайте Бурхана и вы сразу все поймете. Это просто мысль по древу. Он просто возит вот эту мысль по древу. Да, и потом, естественно, почему он ведет семинары? Потому что он просто зарабатывает деньги. То есть деньги для него, они главные. Он отдыхает, проявляет свое хорошенькое эго, проявляет, красуется его и все нормально. Да, ну хорошо, хоть есть такой. Вы его платный вебинар слушали? Я с трекера качал. Нет, не слушал, но я тоже с трекера качал. Как бы все-таки он там тему-то заканчивает обычно. Ну и не может по определению. Если мы сейчас... Нет, здесь не критика Бурхаева, здесь просто плюс Себастьян. Нет, не в этом. Это склад просто личности, склад сущности. У него вот такая сущность. Все. Себастьян Бурхаеву это такая. То, что он бесплатно выдает, на итоге это реклама. Дело не в платной, а его и в платной. Так нет, он там одно говорит, а там на платных семинарах ему говорят абсолютно по-другому. Абсолютно по-другому. Ты тебе себе сказал, что Себастьян сконцентрированно говорит в своей роли. Кстати, Бурхаев тоже. Ну вот нет, это его мнение такое. Ну тебе наоборот. Я просто не слушал. Подержу Сергея, потому что я тоже много и Бурхаева смотрел, и слушал, и другие ораторы там спички. У Сергеева там смотрел. Кладная мысль, не платная мысль. Все равно. Он там по-другому говорит. Особенно Бурхаев, он не разбирает. Он говорит так. Отлично поговорил. Я сомневаюсь, что он даже платно раскрывает тему дальше. Ну платно я его не слушал. Видите, смотрел, конечно, музыки. У него другое. У него же терапия. Но он психолог больше. Маленькое объявление, ребята. Может кому-то... У кого еще какие-то вопросы, соображения насчет сообщества того же? Вообще сама идея сообщества. Насколько она актуальна? Очень актуальна. То, что, допустим, мы общаемся... Ну вот это интернет-пространство. То есть никто друг друга не знает, не видит. Ну вроде как все дают советы, какие-то рекомендации. И в жизни, допустим, когда мы общаемся в обществе, мы общаемся с людьми и не знаем, допустим, олень или не олень. Ну по большей части мы не можем какие-то вопросы обсудить. Приличные встречи, допустим, как сейчас мы собрались, мы можем поговорить, пообщаться уже и какие-то личные вопросы обсудить, зная, что человек в теме, человек знает, в отличие от того, что, допустим, мы посмотрим ролик, поймем, но мы останемся... То есть останется у нас. И мы не сможем обсудить, допустим, с соседом, потому что он скажет, что за фигня, что ты мне вообще начинаешь рассказывать. А вот такие встречи, они хороши тем, что мы можем, допустим, какие-то ситуации в жизни обсудить уже реально, потому что все тут в курсе происходящего и как-то на одном языке говорили. Да. Поэтому да, и самое главное, что кроме сообщества, само собой встречи надо еще, я думаю, что традиция будет заложена, проведение этих встреч здесь, в Москве. Может быть, где-то еще удастся провести. Может быть, также, если и в Питере буду, сам поучаствую. В идеале хотелось бы, ну вот, надеюсь, что в ролике останется, хотелось бы, чтобы такие же встречи прошли в регионе. Какую-нибудь изюминку, Серег, торт с проституткой выпрыгивающей, из-за того, что... Это жговато будет. Которая потом начинает биться об пол, говорит, простите меня, мужчины. Вообще, отличная тема, слышали. Если будет какое-то, скажем так, формирование каких-то групп внутри сообщества, тоже только отлично, то есть, если даже создаете какую-то группу, вот хотите вы общаться, не знаю, ну я приводил пример, там, рыбаки, допустим, рыбаки-шапки-ушанки, создавайте группу. То есть не обязательно пытаться втиснуть, если вам удобнее общаться вот в Питером, не обязательно пытаться втиснуть, там, в 20 человек. Создавайте группу из 5 человек. Иоганн, вот такой вопрос. Вот в твоём видении, вот как ты считаешь, будет лучше или будет хуже? Это такой широкий вопрос. Насчёт чего? Ну, я думаю... Широкий. Максимально широкий. Нет, ну, в нашей теме, в рамках МПО, семьи там и так далее. Хуже. Максимально широкий лучше. Если всё-таки, если я правильно понял вопрос, то максимально широко будет лучше. Ну, максимально широко мы, наверное, уже не доживём. В некотором смысле. Либо не доживём, либо почти не доживём, ну, почти все не доживём. Может быть кто-то доживёт. И, скорее всего, максимально хорошо может быть конкретному человеку. Группе точно нет. Хоть вся группа проживёт 200 лет. Им точно максимально хорошо не будет. Я думаю, что в самом широком смысле будет лучше. Но, скажу больше, даже будет лучше в самом широком смысле только потому, что в более узком будет хуже. Бредово, но тем не менее. Вот это будет хуже, оно иногда способствует тому, чтобы было лучше. Как ни странно. Если бы в мелочи было лучше, то могло бы потом быть хуже. Единство и противоположное, как это? Ну, если мы в абстракциях говорим, скажем так, не переходя на конкретику, то я думаю, что так. Ну, если, говоришь, будет хуже, то получается, нам мы еще не коснулись, чтобы начинать подниматься вверх. То есть ситуация будет еще какое-то время падать, падать, падать. Если мы здесь, то, может быть, коснулись. Может быть, коснемся еще больше. Полежим, скажем так, наверное, какое-то время. Ну, я говорю конкретно вот обо всех мужчинах современной России. Не конкретно вот здесь, собравшихся, а вообще. То есть получается, в этом случае еще поднимем пока продолжать. Здесь же еще субъективный фактор. То есть, смотрите, допустим, люди здесь, которые собрались, они уже стремятся, ну, по крайней мере, там, не быть оленями. То есть получается, что оленю хуже нас. Это объективно. А субъективно почему? Он может настолько быть оленем, что считает, что это единственно правильный путь. Субъективно ему может быть лучше. Вольтер, кажется, говорил, что если взять, кто счастливый, дурак или, точнее, безумец, даже не безумец, а глупец, по-моему, или мудрец. Однозначно глупец счастливый. Счастье в неведении. Но ни один мудрец не согласился махнуться. Вот в этом парадокс. Да, и любой мудрец понимает, что он несчастный. Он понимает, что несчастный, но обменяться не согласился. Да, и ага. Это же прошло просто. Ну, ты в видео это говорил, но сейчас более подробно. Что есть олень? Более так подробно и четко понятие расхода. Олень. Вот если у человека не возникает противоречий с обществом, причем не возникает их постоянно, то есть в 90-х процентов он согласен. Банально. То есть у него не возникает противоречий по работе, с женщинами, с системой. То есть это как покладистый, как вы не знаете, на Луне. Это покладистый, вполне возможно переваривающий сам себя где-то в тишине, никак это не показывающий. Но в принципе, на виду он покладистый. Это олень. Потому что у человека противоречие. Уже не тема. Ну, просто я просто помню, я в самом начале, там несколько раз поднимаю эту тему, сейчас просто моральный устроен в обществе, как он уклали, да. В общем, вопрос следующий. Братья, что он не детственность, это оленизм или нет? Как сказать, вот сто процентов просто, как говорится, без поправок, да, оленизм. Без поправок. Даже в гражданском браке, вот я не верю, он не упустит в ЗАГС. Цель гражданского брака, мы понимаем, что он на пять лет, не больше, не больше пяти лет. Тогда нет ни оленизма. Если допускаем, что этот гражданский брак на всю жизнь оленизм, потому что на всю жизнь не получится. Даже без ЗАГСа. Нет, ЗАГСа это стопроцентный оленизм. Это издевственность оленизма. Это более того, это порча ее. Это по сути, человеку дают оружие в руки и говорят, не хочешь ли застрелить? Он говорит, нет, не хочу. А ты подумай, ты подумай, ну а зачем провоцировать человека? Может быть захочешь. Зачем? Вы же ее провоцируете ЗАГСом сто процентов. То есть ей сам ЗАГС может сказать, ну как бы наличие этого ЗАГСа. Други, подруги, скажем так, ей скажут, что у тебя какое оружие в руках, ты подумай. Она может и подумать, ей бы никогда бы эта мысль не пришла в голову. А вот сейчас ее натолкнут на эту мысль. Сергей, вынужден попрощаться, деловая сделка. Да, все равно спасибо, что пришли. Всем успехов, интересное движение. А, тогда вопрос. А вот, допустим, чисто для рождения детей. Просто, насколько я знаю, некоторые, в том числе и, как сказать, руководители мужского движения, вот они, подобный же брак. А что рождение детей? Вы их потом будете судить, отсуживать. Нет, они просто как бы сожительствуют, такой формат гостевого брака. Они вроде иногда появляются, или там, ну как, новосел, просто сожительствуют девушкой. То есть ему эти дети не нужны, а ему устраивают, что дети будут женщиной? Ну, просто как бы живет там женщина, и она, похоже, не девственница, там есть 20 детей, по-моему, у них там уже один ребенок. А смысл такой? Но он на этого ребенка не претендует, глобально. То есть если он будет от раза к разу появляться, он же понимает, что ребенок будет воспитан ей? Нет, ну пока он вроде как с ней сожительствует. Там другое. Я по себе из него там гостевой брак, вот в таком время, там не появляется. Ну, гостевой, ну то есть вот 10 лет он не будет с ней жить. Но там нет традиционной семьи, о которой ты спрашиваешь. Да, это не враг. Ты спрашиваешь про традиционную семью? Ради детей. Но он не сможет его воспитать. Хорошо, вот в таком случае, поскольку на самом деле детство сейчас днем с огнем не слищешь, имеет смысл это? Я бы не сказал, что днем с огнем. В 20-летний возраст... Ну, в 30, как бы вот... В 30, да. Ну, я уже 30, я уже 30, я уже и той девушке считаю, на самом деле, вот, которые 20-21, они уже считают, что как ребенок, они уже как-то старые. Это при том, что мне приходится врать, что мне на самом деле не 30, так лет 26-27, вот, да, они уже так, уже костюм смотрят. Сколько подходов? А? Сколько статистик какая? Сколько? Сколько? Ну, 30 точно. Ну, это мало. Ты здесь делал-то не в статистике, причем не в статистике. Ну, нет, возьми 300. Возьми 300, или 3000 возьми. Это вот просто, грубо говоря, на рандом, там, с сайтов знакомств. Не, понимаешь, там суть какая-то... 30-30 это ни о чем. Ребят, ну зачем ты числа обсуждаешь? А 31 о чем? Вопрос, а не такой, можно ли? Нет, он говорит про традиционную семью. Ты, если детей не воспитываешь сам, это не твои дети, а дети общества, бабы там и так далее. А он, скорее всего, 30 выбирал из там, самые такие топовые. Ну, что, Сергей, ответил. Почему я сказал, что, как бы, если без поправок брать, какая поправка тогда в таком случае? Если человек готов к тому, что вот он ставит для себя цель, не девственница не годится, он понимает, что он на 99% останется один? Понимает, согласен, согласен, тогда это без поправок. Если он понимает и не согласен, ну, если не понимает, мы не берем, тогда он глуп, потому что именно так и будет. 99% что, скорее всего, он один останется с такими требованиями. Если он понимает и не согласен, тогда это поправка. То есть для него жить с не девственницей более важно, чем жить, допустим, одному. Почтительно жить с не девственницей, чем одному. Значит, он согласен на эту поправку. Тогда да. Если поправку не брать, то нет, понятно, что лучше не девственница. Либо другой вариант, он согласен жить один. То есть он понимает, что шанс на успех, как иголка с того сена, примерно. Здесь просто, Сергей, мне кажется, был такой вопрос, что он говорит ради детей. Кто-то думает, что если распространить генетический материал в детях, это уже большое дело. А в чем он? Ну, это уже, как бы, я так вот... Глобально, ну, материал распространится, воспитать не сможете. Да это все понятно, я тут даже... Материал нуждается в запуске, скажем так, в запамяте. Порой человек, может быть, генетически, он может быть ближе, чем с родным ребенком. Родной ребенок может вообще ненавидеть потом отца, благодаря такому воспитанию. Да, материал будет, но его нужно запустить. Вот это просто идея новая мастерская движение, как раз новоселок. А я вот этого не знал, кстати, что мы... Он просто семинары проводил в конце ноября. То есть что он считает, что он в этих отношениях видит? Он считает, что можно любую девушку, грубо говоря, переделать. А цель? Прожить с ней до конца или просто чтобы не одному? Создать большой круг. Насколько я понимаю, биологическое пустовыживание. Чтобы было из чего эволюционировать? Если мы биологически вымираем, то ни с чего эволюционировать дальше. Это разновидность одиночества. Психологически он будет одинок. То есть, глядя на человека, он будет понимать, что через 10 лет этого человека рядом не будет. Осеменил, не осеменил, рядом будет другой, или не будет никого, но этого не будет. Тогда это одиночество. Это разновидность одиночества, скажем так, со сниженными моральными требованиями. То есть, когда он готов к одиночеству, но при этом он еще готов к 10 сразу. А вот смотрите, еще к моменту. Сказали, есть потребность распространиться, распространить свои гены. Но ведь опять же, я уже говорила сегодня про то, что есть мужчины разных варных. То есть, подавляющее большинство, те, кто воины, рабочие, для них, может быть, главное распространиться генетически. Но вот мужчины, которые стоят варные выше, вот те, кого раньше называли жрецами, для них важно, может быть, не только генетически распространиться, а распространиться еще и идейно. То есть распространить свои идеи, распространить свои взгляды, ну, наплодить, ну, может, это совсем не совсем условно, наплодить учеников. Причем одно, не может не исключать другого, у него могут быть как дети, так и, собственно, ученики. Во многом, во многом я над этим как преподаватель думал. Даже не только учеников, идей учеников, если вы имеете учеников, вы уже, значит, ваши идеи приняты. Ну, здорово. Но, как правило, это будет мало и ненадежно. А как вы относитесь к... Что, там, не потратил, там, не два часа, может быть, ну, ладно. Тем не менее, интервью не выходит. Но я так журнал отслежу периодически. Вчера, буквально, открываю, 16 августа, вышел. Не интервью, статья. Почему 7 распадаются? Там обо мне ни слова, ну, это ладно, как говорится, ни слова ради. С точностью, да, наоборот, все, что я говорил, все, что они даже мне поднакивали и говорили. То есть... Ужас, какой ужас. Грубо говоря, вот... Ну, это по-женски, 100% были баллы. Да. То есть, там вообще, а нас ни слова, у них не взяли, видимо, это интервью, они его писали, полностью синаграмму за мной. Если я говорю, что семья там традиционная, это все-таки ценность, сейчас разваливается это упадок, декаданс некоторый, то там сразу же, там, разведенка с прицепом, недавно еще это было клеймо, а сейчас это... О, это, да, это, по сути, самостоятельность, возможность там детей воспитывать. Все наизнанку. То есть, они, видимо, прочитали, поняли, что, во, хорошо, переписываем наоборот. Просто вот, все, что плохо, все хорошо, и наоборот. Поэтому задается, естественно, задается, 70 тысяч в журнал выходит, тираж. То есть, распространяют шоколадницы, заправки. То есть, какой-то канал, который будет там, ну, YouTube его будет выбрасывать, там, 100 человек в день показывать, это одно. Ну, сразу 70 тысяч сейчас выкинули по заправкам, это совсем другое. И потом на YouTube щелкнули, что-то не то говорит. Журнал открыли, о, я королева. Вот именно это-то я и знал. С озвученной мыслям это уже прозвучало. Поэтому, естественно, естественно, то, что сейчас распространяются идеи, они распространяются с помощью вот этих СМИ. Это не просто идея распространяется. Идея вот этого сообщества, она далеко не распространится. Удвоится сообщество, вообще буду считать, что чудо из чудес. Ну, глобально, там, какие-то тысячи, миллионы. Да, ну, мы ничто по сравнению с первым каналом, и YouTube ничто по сравнению с ним. Сейчас спустили идею, готово, завтра люди будут ее цитировать. Кто первый канал контролирует, тот контролирует массу. Поэтому идеи будут там, а идеи будут навязываться. А ты говоришь, например, потому что будет сопротивление от твоей деятельности? Будет, несомненно. Я даже вот все-таки надеюсь, я говорил, что так иначе хотел бы из России уехать. Я надеюсь, что я успею уехать здесь. А от кого сопротивление? А скажите, вот СМИ перевирают это. Перевернул статью. Ну, это единичество. Это журнал там перевернул, не понравилось. Потому что ему запретить. И больше к нему ФСБ приходить, понимаешь? Это сопротивляет. Может, Джонас, почему это не понравится, то, что говорит человек? Нет, вы поймите одну вещь, что вот если бы не было этой встречи сегодня, я должен был встречаться с жителями района. Вытащить жителей района на встречу, если пять человек я вытащил, это заоблачно. Люди не открывают двери, ничего там, по квартирному обходе ничего не открывают. Скорее всего, если бы я организовал встречу с жителями, было бы один-два человека в идеале. Мне сегодня эту встречу организовать не дали. Вот чего боится власть? Что я встречусь с двумя людьми, что я им чего-то, бабушки придут к каким-то скучному дому, что я что-то бабушкам скажу, одна дойдет и помрет уже просто от возраста. И этого боятся. Поэтому если идея распространяется на 20 человек, это уже круто. Это будут бояться больше. У нас 21 человек сегодня убралось, считалось. Поэтому двоих боятся. В полном ряду с ними перевирающих. Вот тоже нам Пагинат тоже был. РЕН-ТВ снимает в «Бракобесии» там всякое. И там один популяризатор науки как раз пришел к ним, и он специальным образом общался с ними, чтобы его не переврали. И он сам снимал, как у него брали интервью. И он выпустил репортаж, и действительно продемонстрировано, как ряд изданий, действительно перевирают. Но он изначально шел на РЕН-ТВ, и он изначально знал, что они там все перевирают, поэтому он все это делал. Поэтому все-таки действительно есть такие СМИ, которые перевирают, но это, наверное, не все такие СМИ. Ну, я не могу утверждать, что все такие. Вот что я могу сказать. Что-то перевирают, что-то замалчивают. Замалчивают тоже в свое время ложь своего рода. Если какое-то явление интересно тысячам людей, о нем ни слова, и потом, не знаю, Путин щуку застрелил, тираж миллиона просмотров. Это замалчивание, это своего рода ложь. Скажем так, интерес не в том обществе. Кстати, по поводу перевирания людей. Когда снимали интервью с вами, помните, в идеале включить диктофон, весь день проходить с ним, если ничего такого не случилось, выключить. Не сделали такое? Такое интервью не прошло. Они записывали, сферографировали, что-то за вами. Все, они все правильно сделали, так как не пропустили в печать. Они знали ту статистику, которую вас взяли. И ту диктофонную запись, которую вы видели, и были. А все правильно. Интересно было бы вот так вот стыкать и сказать, вот ли, если было так? Нет, там по-другому получилось. Ту статью они все правильно написали, они мне прислали на утверждение. Они отстынографировали и пишут, что вот в таком варианте пойдет. Я утверждаю, что да, пойдет. Так ее журнал не взял на публикацию. Они публиковали по этой... У них была тема задана в журнале, почему семьи разваливаются. Они взяли для этого интервью у меня, может еще у кого-то. Но в итоге они публикуют свое видение, своих людей, не меня. Прямо противоположное моему. А эти мне присылали статью на утверждение, все нормально, так она не прошла. А почему в итоге? Что было написано? Они в каком-то смысле пострадали из-за меня. Ну из-за себя тоже. Они решили традиционный взгляд осветить. И все. Их не пропустили с этим взглядом. Они, видимо, заказывают сразу разные мнения. Журнал большой. Поэтому они могут несколько журналистов заказать. И этого статья, этого. О, все разведенки с прицепами королевы. Готовы. Ее берем. А у вас, как говорится... Оппозиционные. Оппозиционные. Ну они заплатили, может, там, ну сколько они за интервью заплатят? Ну тысячи три-четыре. Потери. Все. Больше они с ними могут не сотрудничать даже. Потому что, а что они хотят? Они хотят традиционные ценности какие-то толкать. Про Достоевского говорить. Пусть. Все. Женский журнал про Достоевского. Про какое-то там зеркало души. Точнее, Плостового, по-моему. Вот вы тоже давали ссылку на канал. Там мужчина в майке, в черной майке такое вещает. Оз Калаш. Вот. И он тоже говорит о том, что МДшники, в движении МДшников тоже есть эта тенденция говорить, что вы такие все замечательные, бабы-дуры. А он говорит о том, что он этим не грешит. То есть, то, что не взяли статью, это не какой-то заговор барабы. Это просто элементарная коммерция. У них есть целевая аудитория, бабы, и все, да. Некто никакого заговора там и так далее. Я так думаю. Ну, это как бы заговор, да, это коммерция. Это и заговор, и не заговор. То есть, это коммерция, против которой не попереть. Ее не пробить. Заговор очень тонкий и находится наверху. Но просто спускают, есть такое, кто знает, концепция численно безопасности. Есть такое... Петров. Петров, Геон Петров. Там есть правление беструктурное, понимаете. То есть, то, что системе выгодно, то будет стимулироваться. В данном случае, это было невыгодно системе, это убрали. Кажется, что заговора нет, вроде как, в жизни так и происходит. Но из-под вольной, как бы, она не представляет, но манипулирует очень тонко. Такое беструктурное управление. Да, беструктурное. То есть, создают соответствующую информационную среду. То, что выгодно системе, то будет продвигать. Даже, посмотрите, Оскар, да. Вот включая те фильмы, которые выгодны этой системе. Там, то, что пропаганда какой-то чернухи, там, все-все-все такое пропонируется, то, значит, то будет показывать. И... А какой-то фильм такой, который жизнетуждающий, какой-то более такой духовный, не забыл, что такое, это будет убираться. И более того, вот согласно вот этому беструктурному управлению, женщины, как более внушаемые, они больше подвержены на самом-то деле. Получается так. Добрый день. Добрый день. Меня Александр зовут. Произведите руку. Какие успехи. Положительные. Все убиты. Можем и тираном. Помещение. А по поводу помещения сказать не могу, но все жалобы указаны за надежные инстанции, как и прокуратура, ГУДД, цех уже отдавлен. Ну, они принципиально сказали, что все, нет. Говорят, письмо получено. Письмо получено, мы напишем жалобу в Минобор, потому что мы не федеральные, мы ничего не должны предоставлять. Ну, наша работа такая, у них работа. То есть не будет отзывов заявлений, все будет рассматриваться по поводу. Да, об этом и разговор. Остался только нам в ТИГ дойти и подать туда заявление, что мы сейчас и сделаем, часть купить, наверное, 9 минут. Все, это на этом как бы все, то, что касается непосредственно организационных вопросов. Да, так что с аудиторией отомстили. А теперь планы, переходим к работе первого циничного канала. На этом как бы все. Кстати, Сергей, а вы планируете открыть группу в Facebook? Да, буду открывать 100%. Я пытался там группу открыть, там в чем проблема? Они почему-то сразу паспорт глупают, неважно. Я сначала хотел, потому что там на подставной каком-то на агент Сегастьян. Сразу раз, паспорт пришлите на агент Сегастьян и все блокируют. Все аккаунты. Facebook это серьезная штука. Там нужно открывать только непосредственно себя. А теперь все нормально. Я уже думал, что рано или поздно так иначе открываюсь полностью, не под никами. И все нормально. Поэтому да, группа будет. Там меньше аудитории, несомненно. Но она есть. И в то же время есть некоторая аудитория, которая не пересекается с контактовской. Поэтому в Facebook нужна будет группа. В Facebook я сейчас левжорного сделал. Буквально немножко попробовал. Я не понял, как там подписчиков собирать. Он наоборот сейчас загибается. А я его не понял. Я там два поста опубликовал, сделал ссылку на первом циничном и не понял, что дальше с ним делать. Но есть они и есть, и все. Не стоит дальше в Facebook. Вы приходите в Facebook и в YouTube. Сергей, у вас здесь тема была интересная. Не, может быть, кстати, на Западе найдете какой-то отклик тоже. Это неизвестно. Нужно выйти и посмотреть. Русский-язычный смысл? Не, наоборот, может быть. Потому что, например, в Мектау и Запада сюда приходят. Ну да, но язык канала. Ну сейчас и переводчики, и субтитры автоматически генерируются. Еще что-то переводом. Просто у меня английский ломаный. Я думал несколько роликов на английском снять. Но это, как говорится, либо делать нормально, либо не делать. А зачем? В Америке там похожие проблемы, я думаю, там нормально. Там мужчины тоже у них разница в возрасте. У нас в СНГ разница в розыске. Я смотрел статистику. Разница, сколько живут мужчины и женщины. На максимальная разница это Россия, Украина и Беларусь. Вот по миру. И США тоже там достаточно хорошая разница. И там, в общем-то, по фильмам посмотреть, мне кажется, все очень актуально. Но не так много. Там какая-нибудь в Африке, если кто-то есть, сразу по башке дадут и все. В любом случае, зрители есть. У меня Штаты и Канада где-то четвертый или пятый по просмотру. Вот статистику смотрю. 91 регион. Вот с 91-го региона мира у меня канал этот просматривается за все время. Там Уганда какая-то есть. Ну, это, видимо, один-два просмотра, может быть, наши миссии, дип-миссии какие-то сидят, не знаю. Но, тем не менее, Штаты и Канада это где-то четвертая-пятая позиция. Я думаю, что это наша диаспора. То есть зрители в любом случае есть. Сергей, вы говорили про систему, про систему управления. Получается, что женщина, она должна внутренне быть в оппозиции этой системе, да? Нет, нет, наоборот. Скорее, наоборот. Просто, как бы, есть два типа управления. А почему наоборот? Часть этой системы. Она офицера в этой системе. Нет, я имею в виду женщины, которая семью создает мужчину. Она не будет в оппозиции, она будет вне. Вот она будет свободу достиг, получит. Вот как раз она и будет в полном смысле свободна. Она не будет бороться, ей уже не надо бороться. Все, она получила, что хотела. То есть я не должна ее поддерживать в этом плане? Она не будет не поддерживать, не поддерживать. Мы платим налоги. Даже не платим мы налоги. Ладно, не пошел, я не заплатил налоги. Я бензин залил, я заплатил налог. Бензин там 6-7 рублей стоит в литр. Я залился, я заплатил, я поддержал систему. И дальше все решения, которые будут приниматься, от лица системы, я их поддержал. Залив банк и все. И она поддерживает. Она не будет это делать, ну скажем так, открыто, вольно. То есть она будет поддерживать ее, как и все поддерживают. Просто кто-то ее поддерживает больше, кто-то на это тратит силы. Она этого делать не будет. Но не потому, что она против, потому что ей это не надо. Она ее не будет предимерно поддерживать, как я не буду поддерживать, не знаю, правительство той же Уганды. Я не знаю состава. Даже близко. Без разницы. Ну тут вопрос, насколько поддержишь. Ну вроде как выдохнул, вроде как поддержал. Ну вот примерно так. Мы покупаем еду, мы покупаем там одежду, мы ее поддерживаем. От этого не уйти. Ну здесь, когда говорилось про беструктурное управление, говорилось немножко про другое. То есть как управление есть структурное. Ну это как в армии. Приказал бы. А есть беструктурное. Когда создают соответствующую информационную среду. И люди, причем вероятно сопредопределенно. Ну кто вот физики, математики, они наверное знают гауссовое распределение. То есть 80% людей будут поступать примерно так, как создали информационную среду. Но женщины, поскольку они более внушаемые, значит они более подвержены беструктурному управлению. То есть вот допустим создали информационную среду. А я принцесса. Все стали себя принцессами называть. Но тут речь о тех, которые не стали. Тут как бы речь о тех, которые все-таки создали нормальную традиционную семью. Ну таких вот их мало. Но вот я всем рекомендую такую книгу. Внутренний предиктор СССР. Называется о человекообразии к человечности, кажется, да? Ну честно говоря, вот у меня плохое отношение ко всей. Мне кажется, вот такая муть. Ну мне тоже сказалось, что это муть. Но на самом деле, все-таки вот именно конкретно вот эта книга, она очень дополняет вот все, что мы говорим. Вот что Сергей говорит, что Бурхаев говорит, что там Новоселов пишет, там кто Миняйлова знает. Поэтому все-таки, чтобы понять вот эти вещи, я все-таки советую ознакомиться. Степень еще будет разная. Вот эта женщина, которая создала семью, которая, в общем-то, традиционных ценностей придерживается. Ладно, она не поддерживает систему. Но бензин мы не считаем. То есть это все поддерживают. Все-таки поддержите или поддерживают? Вот, допустим, она сама не поддерживает систему. То есть она включает телевизор, там, не знаю, партия нашу ролевой. Она гасит, думает, все, ладно, есть у нее муж. Больше я его включать не буду. Там бельберда какая-то идет. Она не поддержала. Это первый вариант. Но какой на нее нажим был? Первым каналом она его не поддержала. Это здорово. Кто-то поддержал. Но нажим, на самом деле, небольшой. Завтра ее вызывают на работе их начальников. Говорят, что идти голосовать вот за этого кандидата. Нет. Ничего не говорят, что будет. Может быть, и сказали, что завтра ты идешь на корпоративный какой-то. Да. Уже давление есть. Ей угрожали? Нет, не угрожали. А если она говорит, а я не пойду? Ну, не хочешь, не ходи. И все. И никакого дальше места нет. Это второй уровень. Третий уровень. Если ты не хочешь, увольняем. Это уже более следующий уровень. Вопрос, где она, скажем так, прогнется. Если нигде не прогнется, здорово. Она будет в форуме иметь перед бывшими мужчинами. А там же еще, может быть, самолюбие? Что-есть, мы тебя там сделаем лучшим сотрудником или не сделаем. А это прогнулось. Это неважно. Это кнут пряник. Прогнулось под кнут, прогнулось под пряник тоже прогнулось. Ну, вот эту мысль ее можно выразить более кратко. В каждом мере своего понимания работает на себя. В мере своего непонимания на того, кто знает и понимает больше. То есть, если ты вот в пределах там свои компетенции что-то делаешь, но ты невольно, даже не осознавая того, помогаешь уже тому, кто стоит там на следующем уровне. И так далее. Вот так же. То есть, такая вложенная система. Вплоть до Бога. Бог – это бесконечная система. А так что им можно заставить не прогнуться? Своя жизнь. Обычно люди прогибаются от пустоты. То есть, вот ему говорят, что потеряешь работу. Как потерял работу? Все, а дальше-то что? Потеряю работу, хоть вешается где-то. А если у нее есть жизнь, если для нее эта работа там 5%, потерять 5% не страшно. Что страшно? Наличие своей жизни, наличие своих ценностей, которые она не потеряет. Ну, а где эта жизнь? Ее жизнь окружает эта работа, подруги? Нет. Мы взяли традиционную женщину. Мы взяли не ту самую, на которую основная пропаганда нацелена. Мы взяли ту, которая создала семью. Словная женщина в вакууме. Нет. А та, нет. А та нормально. То и не надо будет доходить до угроз. С керитиком еще. То есть так просто, что ходить за этих это вау, а за этих это фу. Все нормально. Я не буду даже объяснять никакую программу. Стереотипами там отщелкали и все. Как собак Павлова. Там лампочка загорела, желудочный сок потек. Вау, значит хорошо. Если говорить о традиционной женщине, то там ключевой вопрос иерархии. То есть женщина, она там дальше, ну дальше там каких-то своих обязанностей традиционных. По дому, там по детям, там еще каких-то. Она не мыслит. То есть если она живет традиционно, она должна подчиняться мужчине. Потому что мужчина стратег. А вот мужчина уже, как уж там на него влияет, это уже более такой серьезный вопрос. То есть на него могут вот так бесструктурно и информационно влиять. И он сам может понимать. То есть, но главное, если мы говорим о традиционном, первый ключевой момент. Это иерархия. Женщина должна быть у мужчины. Если это не соблюдается, значит, ну чем меньше женщина подчиняется мужчине, соответственно, тем менее она традиционная. Но он и не сможет влиять, если он сам эту иерархию для себя не выстроил. А на что влияет? Возникает вопрос. Кто в доме главный? Если мужчина утверждает, что мужчина, ну как бы это не всегда так. А если главный телевизор, оказывается? Если он не может быть главным телевизором, она не будет ему подчиняться. А зачем? Ну вот о том и речь. То, что вот эти вот как бы все средства массовой информации, которые вот им там вливают все, вот внутри охраны, не будут. Получается это средство беструктурного управления женщиной, которые поднимают женщины иерархически выше мужчины. Или во всяком случае дают их. Право так думать. Дают иллюзию, да. Маленький вопрос. Ты с женщиной живешь? На данный момент нет. А кто еще с женщинами здесь живет? Просто вопрос. Привет. Я живу. То есть три человека, я так понимаю. Четыре, да? Пять? Нет, сколько получается? Что вас подвигло все-таки прийти сюда, потому что вы живете с женщинами? Серегу понятно, как бы его вот, я думаю, желание просто поделиться вот этими. Я считаю знания сакральными, Серег. Прямо это искренняя благодарность. Вас что сподвигло, вот вы живете с женщинами, вы с ними взаимодействуете. Услышать знания. То есть как бы вы ощутили, что что-то вот не так с вашими женщинами вот в этом контакте вашем семейном? Я послушать мнения вообще люблю. Не важно. Понимаешь, надо готовиться. Может быть это у меня будет через год, может быть через десять лет. Просто послушать. А мало ли, что рождает мнение, да? Понятно. Ну ты, Ян. Не больше отвечать. Глуши бульдозер. Не больше отвечать камеру. Глуши бульдозер. А, глуши бульдозер. Гурланд.